меня зовут александр кучеренко я занимаюсь больше семи лет программированием и сегодня этот прекрасный день хочу вам рассказать про то как правильно писать джава скрипп-приложения не как правильно как пишу их я я хотел бы также затронуть некоторые моменты про инструменты которые мы используем библиотеки которые мы используем и как затравочку про блокбон фреймворк я расскажу вам как на нем можно что-то писать на последняя версия нажимаете кнопочку вот выкачиваете его себе потом переносите его в папочку вот у вас есть же парень все прикольно но если у вас таких планинах там штук 30 вот там и задавали какие-то занятия вот как это решается мое время есть такая штука как пакетный менеджер вот они везде есть для но джояса есть для обжигки все есть для джавы есть для всего практически но в том числе и для фонтенда вот один из таких пакетных менеджер называется баба вот такая штучка которая помогает вам менеджер вашей зависимости вот она кстати разрабатывается такой интересная корпорация как twitter вот всем известный как вам поставить бабы он использует ну для свою установки и многие вещи для нашего контента это он использует на джесс и для того чтобы поставить его достаточно написать npm стал джи бауэр джи это кто не знает это глобал вот и у вас появится в консоли возможность писать слова бауэр вот и глобал значит установить ее для всех пользователей для всех проектов грубо говоря вот они только для текущего то есть как работает npm он скачивает если вы не ставите ту галочку создает вам папочку прямо там где вы устанавливаете not модули он скачет туда но если вы ставите джи то он скачет ее в отдельно там ну на разных системах отдельную папочку которая является глобальной грубо говоря в папочку юзер и вы туда становится команда в принципе доступна это все вот ну чтоб не повторять каждый раз инсталялся пробовая вот значит как проходит установка джи бери тут все просто пишите бауэр инсталл джи бери все вас скачался джи байр последняя версия вот ну или какая вам нужно помощь написать решеточка и версию он скачает определенную версию вот еще эта штука может вот дело в том что довольно утром на как говорил скачивать 30 платинов поэтому у бауэра есть специальный файлик называется бауэр джейсон вы туда можете описать список зависимости вашего кода любая все планины все вещи которые вы хотите себе выключить и установить и что нам нужно для разработки вот по дефолту они все скачиваются в папочку компонент компонент где вы запускаете эту команду бауэр там создается поручил компонент центра все выкачивать вот и самое важное в пакетных менеджер самое приятное что может делать это менеджмент зависимости что так что означает зависимости вы качаете допустим какой-то плагин который использует джи бэрин саму 4 как бы вам не обязательно качать бауэр сам понимаешь этому плагину нужно нужен джи бери без него работать не будет поэтому выключить вместе с плагином и джи бери что-то еще требуется он выкачит что-то еще в этом заключается менеджмент зависимости вот допустим ситуация к вам приходит клиент вот и говорит хочу по воду на сайт хочу виджет по воду на сайт очень хочу вот как вы делаете обычно вы гуляете там виджет и так далее с бауэром это проще вы пишете просто бауэр все очень выза и он выдают варианты тоже можете поставить ну можно как бы можете допустим знать что вам нужна погода и примерно представлять как называется в некоторые плагины до конца то есть как бы погулить конечно можно да вот можно сразу написать то что же он нужно и потом прогулять отдельно вот ну чем еще там есть как бы интересный момент в том что вы можете написать бауэр настал везер допустим вы выбрали этот нижний план вот и записать туда параметр сейф тогда он автоматически ваш бауэр джесс джессон добавит вот эту зависимость то есть вам не надо и вправить постоянно после того как установите достаточно выполнять сейф если вы без сейф выполните то зависимость не установлен не запишется туда и потом при следующей установке бауэра без параметров вот такой вот вам ничего не скачается грубо говоря вот так выглядит бауэр джессон файлик то есть вы просто пишете библиотеку которая вам нужна пишите версию но все кто и вызвал нпм там другие менеджеры знаю там примерно там равно или больше и так далее вот либо звездочку сил надо любая последняя вот если вы если вы пишете сейф параметр если вы не пишете он его не обновляет то есть но как вам нужно вот если вы хотите поэкспериментировать вот вот вы собрали такой файлик да передаете этот код другому человеку вы даже не пытаетесь передавать ему эти компоненты но не нужно в общем то вот любой человек который получил допустим ваше приложение пишет бауэр инсталл и из этого уже собранного вами бауэр джессон ему ставится сразу автоматом все зависимости вот чуть еще полезного есть самое прикольное в этом штуке это обновление я в том что когда у вас как говорил 30 зависимости то менеджер тех обновления довольно тривиальная задачка вот то и узнать какие обновляются вот и гуглить как каждый из этих 30 чтобы узнать новой версии довольно сложно а еще есть проблема что один из этих плагинов хочет другую версию не хочет эту версию вот друг другой зависимости и подобные вещи то есть довольно сложно как бы в реально с этим разбираться вот для этого есть такая штука бауэр лс она позволяет вам вывести все списки зависимости которые имеют обновление вот показать что будет обновляться и так далее после этого можете выбрать либо power update сделать чисто чтобы обновить все либо сделать кон по конкретному плагину хотите jQuery только обновить из этого списка делайте просто power update jQuery так и плюсы этого всего дела какие мы получаем бонусы за то что мы используем бауэр во-первых мы не коммитим все зависимости в репозитории скажем так ну в моей практике это довольно сомнительная штука ну может кому-то надо все-таки когда вы загружаете огромные библиотеки массивные с кучей кода некоторые репозитории начинают притормаживать вот легко обновлять плагины и относительно безопасно как я говорил что он сам понимает что этот плагин допустим не может работать там с другим плагином вот именно с той версией и поэтому он будет допустим стараться вытагивать нужную версию и как бы power крайне популярная вещь и для нее есть куча толзов сборщиков и подобных вещей которые помогают ну улучшить работу с этим инструментом какие минусы как я говорил эти все зависимости вам придется поставить это как бы не проблема когда вы как девелопер это делаете вот ну бауэр не только ставится для девелопера бауэр также используется и для дипломента для того чтобы сразу после установки если у вас нету репозитории зависимости выбор тепло и делаете на сервере бауэр не стал нам закачать то есть это занимает время то есть надо учитывать если просто придем к следующим как это все подключает но и из вас используют такой достаточно распространенный паттерн скопа когда мы инициируем самовызываю функцию таким образом ограничим код внутри нее от доступа других скажем так программ и так далее вот распространенная штука она работает вот и много где используется но человеке придумали разные способы как это решать мне есть один существенный недостаток вам приходится писать вот это каждый раз вам приходится добавлять новые новые плагины вот в ваш индекс html файлик вот и это слегка неудобно как же это можно обойти require.js вам поможет это такая библиотечка которая выполняет спецификацию amd что такое amd это асинхронию с модуль дефинишн вот суть внесет что вы с дефайните этот модуль определенным способом вы используете функцию глобальную дефайн вот передаете один модуля название его зависимости которые вам нужны для этого модуля и собственно говоря фабрику которая эти зависимости импортируют вам инжекте вам в ваш мод и как тогда выглядит подключение всех этих допустим в библиотек вместо того что писать этот листинг скриптов вы пишете всего два две вещи первое подключаете сам реквая второе подключаете ваш основной файл в котором будет все это происходить и будет менеджиться ваше подключение пробовали вот так вот выглядит конфигурация реквая вот вы это который будет же да 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 вот здесь вы можете видеть пути это грубо говоря вы здесь подключаете ваш ты вашим компоненты вы можете как бы под вы можете вызывать их в принципе когда вы пишете зависимость по пути то есть можете писать компонент с jquery jquery это слегка неудобно вот поэтому есть такая штука как path и она используется для того чтобы сокращать даже вписание кода вместо компонент с jquery jquery просто пишите jquery но это нужно здесь прописать вот и есть такая интересная штука как шим шим это штука которая позволяет подгружать модули которые не поддерживают амд спецификацию не все модули поддерживают амд спецификацию для этого нужно нет несколько передвижения от разработчика мозга не все желают я тело движения делать поэтому здесь есть такая штука то есть вас будет работать как модули которые поддерживают амд это jquery допустим на поддерживает underscore и так далее такие модули которые вы не поддерживают все хорошие счет вы такая вы код же есть то что вы можете указывать порядок подгрузки ваших скриптов то есть вы пишете допустим зависимость backbone backbone у вас зависимость underscore jquery эти две вещи должны быть загружены до того как загрузится в backbone и require.js это разрует он загрузится сначала эти две а потом загрузит backbone никогда не произойдет иначе и поэтому вас будет меньше ошибок всяких странах определяется в чем секции до чем секция определяешь какая зависимость когда должна подключиться вот и дальше последняя строка строкой идет require application это обычно традиционно последняя строка не вы начинаете работу вашего приложения вот с этой точке она запускается то есть аппликейшн инсайз запустит вот какие-то уже процесса в приложении вот как допустим может выглядеть этот аппликейшн аджес может выглядеть в данном случае мы объявляем модуль в него просим зависимость backbone и функции мы получаем уже backbone объект который мы можем использовать характерно что все объекты которые получаются через эту фабрику они кешируются то есть вам нужно это учитывать что скажем модуль подружный ну в таком виде он в таком виде будет постоянно передаваться что делать если вам нужно возвращать что-то какой-то результат выполнения модуля для этого просто используйте рту эта функция которая объявлена тут мы допустим вообще без фабрики без ничего отпускаем создаем модуль вот и возвращаем какой-то объект вот ниже вы можете это видеть допустим у нас есть файлик bundle breakpoint.js вот и где-то в каком-то месте мы его используем вызывая через bundle slash breakpoints и мы получаем собственно этот объект в bp вот так это работает jQuery обычно обозначается долларом вот тут написано lib jQuery для того чтобы демонстрирую что можно в принципе если у вас в либах лежит jQuery можете обращаться к нему так но если вы подписали его в пас вы можете написать достаточно jQuery и все какие там еще есть ага есть еще такая штука ну как бы не require.js не единая библиотека для таких вещей для мод но организации модуль есть еще command.js command.js используется в node.js по умолчанию вот но как бы его удобство именно в точно ну в node.js он удобен для фронт-энда это напряжная штука потому что это тяжело дебажить и как бы чуть-чуть ну не для тех целей грубо говоря то есть видно что разработчики разрабатывали под node.js именно вот какие плюсы вы получите если вы будете использовать require.js вы сможете организовать свой код разбить его на модули разбить его на папочки разбить его на файлики вот каждый файлик это будет отдельный модуль вот и так будет гораздо удобнее вы будете знать что за что отвечает вот управлять порядком загрузки но это уже говорил ну и самое прикольное что мне нравится require.js то что он умеет работать не только на фронт-энде а умеет также работать и на node.js то есть тот же самый модуль написанный там допустим без всяких явно вызовов там дом объектов вот и функции которые привязаны на к системе и дому могут вполне вызываться себе работать и в node.js просто скопировал этот файл вот что очень удобно ну и как бы амд это распространенная спецификация и многие модули и он и уже выполняет вот как бы есть много рассказа про то какой require.js плохой особенно это всплывает раз в месяц на хабре когда какой-то новый чувак придумывает какой-то новый способ организации модулей который говорит что он гораздо лучше чем существующие вот и начинается спор комментариях по поводу чего лучше из всех этих комментариев вынес но единственный который действительно можно сказать что дать там в общем то минус вот когда у вас очень много даже как зависимости в вашем модуле это превращается вот такой вот маленький ад то есть можно запутаться вызывает ну чем скажу в защиту repair.js если у вас такой вот модуль то у у вас проблема ну и как бы не с этим то есть у вас проблема с вами модуль вот есть какие-то вопросы теперь поговорим о бэкбон самое скажем так вкусная часть доклада что такое бэкбон вообще вот бэкбон это не фреймворк многие вас думают что это фреймворк на самом деле нет это некая библиотека либо ядро для фреймворка но не фреймворк сами разработчики говорят мы написали это чтобы мы могли писать свои фреймворки вот поэтому рассматривать его как фреймворк подобный ангуляр да не стоит поскольку ангуляр в себе уже содержит все он вам говорит надо писать вот так вот так вот у нас есть документация с примерами копируйте вот будет вам хорошо то что вы хотите вот а если что-то пойдет не так вам придется писать кастыли вот в бэкбоне чуть другая диалоги вот они предоставляют исходу вам четыре в общем так класса которые вы будете использовать не класса объекта модулс view контроллер сыванс ну и также не представляет роутер для того чтобы красивенько переключаться странички на страничку вы видели вот этот решеточку и дальше адрес вот это как раз работают такие вот роутер на фронтенде это достаточно распространено вот поскольку сама прибрузка страницы не происходит при работе такого приложения то понимание где находится пользователь и что этой ссылочкой можно как-то поделиться с другим пользователем попадет туда же происходит вот именно через роутер вот ну и с коробки бонд войдет вам много адрес сон и много места почему как бы мне нравится был бы данный объект и почитаю мне больше нравится чем пляпу пустим да вот некоторых случаях у меня даже больше нравится чем аджес время как бы не сталкивался особо но почему почему потому что он весит 6 килобайт это для современных фреймворков достаточно мало вот исходу вы имеете достаточно неплохой функционал вот он никогда не настаиваться на том как мне писать код если вам гуляли написано документации что надо делать так и так а пойти по-другому уже сложно то в губоне наоборот наследуетесь создавайте свои view создавайте свои модели делайте то что вам нужно они так как допустим задумано все ты должен писать это порождается с одной стороны проблемы то что будет каждый писать как хочет получается фейнер с другой стороны дает свободу если разработчик грамотный то ваш крылет мой html я могу это странные шаблонизаторы и это все будет работать он не препятствует этому вот и легко с этим интегрируется если в ангуляре такое сделать такое не прокатывает поскольку он имеет свои там особенности где вы пишете грубо говоря html код в html вот ну и бэкбон это целая вселенная всяких пакетов что бы вы не хотели чтобы вам не желалось все там же есть хотите ура пишете бэкбон вам выдается первая страница гугла с всевозможными уровнями вплоть до того что вы можете на клиенте подключать себе монку и вот прямо с клиента надо писать вот любой москвел или еще что то то есть если такое 1 отлично документировано код бэкбона это один такой файлик вы его себя подключаете вот и все и в этом в этом файлике вы можете открыть исходники не минифицированные и видеть как каждая строчка буквально расписано и прокомментирован и это каждая строчка что очень важно для меня она не содержит майки бэкбон работает максимально прямо максимально так как вы ожидаете то есть если в аннуляре допустим используются повсеместно и валы и когда туда приходит ошибка ты не знаешь куда допустим тебе смотреть вот поскольку там все такое мощное ароматное вот и достаточно много ухода тут все как бы просто очевидно вот и как бы бы вам всегда старается всем говорить что есть но способов сделать какую-то задачу используйте их все пробуйте изобретать новый делайте приложение под себя под вашу задачу они пытаетесь как бы использовать уже написанные подходы вот кто использует бэкбон и он может высотить квартиру из татей фрис пирт эти бренды не надо представлять вот эти люди используют принципе бэкбон мой любимый код скул кстати рекомендую кто посещал отличный сайт для обучения программирования кубаваря код скул вот и поскольку бэкбон это в общем-то ядро для фреймворков и или библиотека называйте как хотите то она порождает достаточно много других фреймворков основанных на ней самый известный это марионет потом есть чаплинг и еще 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 и там манюсенький список того что существует вот и его можете выбирать принципе любой вы можете брать части из этих фреймворков интегрировать их себе поскольку они как правило очень малозависимые и допустим вы хотите себе в лист вью мы не хотите его писать потому что поскольку бэкбон из коробки имеет только вью а вам нужен лист вьюшу допустим там номера телефонов отрендерили вот в чем проблема берете с марионета лист вью и все вы получаете в общем-то уже готовый функционал ну интересно посмотреть как допустим другие люди решают там некоторые проблемы поскольку бэкбон он не идеален вот он имеет проблемы то есть там закрытие вида там есть проблемы с отвязкой событий кстати как правило фреймворки уже эти проблемы решено либо существуют довольно простые решения поскольку почему они это не фиксят потому что это должен решать разработчик как ему с этим поступать нет предложения требуют отвязывать события другие не требуют вот и для того чтобы не говорить по месту как его писать еще ему делать они оставляют на осмотрение программиста какие зависимости но у бэкбона я уже показывал их пар час что ему нужен андерскор либо дугу дашь это такая альтернатива андерскор либо jQuery либо zepton который тоже является альтернативой jQuery насчет джессон ту джесс он требуется только для вечно не умирающего интернет-эксплора поскольку тут не умеет джессон почему-то вот как-то работает разберем как бы по компонентам вот самое сердце бэкбона эта модель это очень просто что он начинается букву вот модели достаточно минималистичны вы здесь не увидите мега фреймворков со связями там один ко многим многих ко многим вот там с целыми фреймворками валидации и так далее если вам это нужно набираете бугбон рм вы это получите но изначально не всем это нужно вот как выглядит в общем-то модель она выглядит вот так вы пишете бугбон модель передаете туда объект с полями все вы получаете модель пользователя методы можно я про это расскажу чуть дальше это один из способов инициализации как говорится бугбон позволяет делать это несколькими способами вот чем можете делать с этими объектом можете их получать через гет можете получить объект через гет проверить если существует либо проискипить допустим html в поле bio вот можете изменять этот объект через сад важно понимать что тут нужно обвязать именно сад для того чтобы вызывать события об этом мы чуть пораньше поверим ну да нужно юзерсет то есть это как никак в англоаре что вы пишете в сколп там что-то и она как бы там сама где-то магии внутри там поцепляется к вашему view вот и все это как-нибудь работает потом вы можете проверить какие поля допустим в этой модели изменены с помощью свойства change вот и также вы можете посмотреть предыдущее состояние ваших атрибутов допустим для сброса форм там какие-то части для задач 10 раз он постоянно этот один последний запоминать значит теперь самое вкусное очень люблю ивента я с ними познакомился еще когда начал программировать на скрипте когда это было еще актуально вот и в скрипте кто может знать там даже на ошибки надо через ивенты подписываться то есть вы ловите exception буквально в ивентах вот и нет это понравилось концепта сначала напугает сначала на самом деле как ты понимаешь мир становится проще и дружелюбней вот модели как раз очень взаимосвязаны с этими событиями когда вы допустим изменяете какой-либо атрибут в модель вы можете подписаться на события change и реагировать на изменение этих допустим все все модели на верхнюю части я просто подписываете на change либо на выбранный атрибут этой модели то есть каждый раз когда кто-то будет делать где-то сет эту модель на которую подписаны будет выстреливать это событие нет мне нравится когда есть какая-то хотя бы схема чтобы понять что там будет в этой модели и по этому я правило пишу также бакбон модель позволяет скажем использовать конструктор это initialize каждый раз когда ваша модель инициализируется через дню вызывается initialize метод вот так же есть метод валидейт в отличие от там каких-то навороченных ремов тут нету встроенных методов валидации хотите валидацию а тут и пишите пишите так как вам надо вот допустим я вы можете создать модель общую от которой вы будете наследовать все остальные модели прописать туда уже все валидации которые у вас есть либо для конкретного модели эти валидации исправить и так далее то есть в этом заключается в общем-то гибкость вот другой стороны надо писать что-то вот вот можно варидировать там по-разному вызывать валидацию можно описать там и свалит вот можно читать ошибочки о валидации которые вы кстати говоря тут дефайнили вот эти вратом параметры это то что увидится сюда влево еще народ вот ну и можете при сете прямо говоря сделать валидей true и он сразу провалидировать при самой вставке чем быть из коробочки еще имеется моделях это рест вы можете кстати этот айди атрибут как правило он по дефолту называется айди вот ну допустим если у вас идентификатор вашей старом записи называется иначе вы можете его изменить вот также чтобы использовать рест хотя это тоже можно не делать в принципе но чтобы хотя бы дать модели понимания где и забирать данные вы можете указать урал грудь сейчас я покажу куда это чем работать вот допустим вы создаете модель person туда передаете айди один вот когда вы будете делать кач вы в общем то будете делать get на юзер 1 а почему он приходит на юзер потому что вы указали url root сюда вот он добавляет туда единичку то есть он рест делает как бы по умолчанию что делать если вам нужен рест для забирания данных в бэкбоне есть такая штука как бэкбон синг он существует в двух вариантах первый это глобальный бэкбон синг вы так и пишете бэкбон .sing попадаете на то как синхронизировать вашу модель грубо говоря ну и в каждая модель тоже имеет бэкбон синг если вы не задали в модели бэкбон синг ну вернее в метод синг не создали то он будет синхронизироваться по глобальному бэкбон синг вот что это за синг вообще что ничем ничем не происходит он изначально как раз и делает этот рест если вам не нужен рест вам нужно передавать параметры через веб-сокеты вы легко меняете этот синг на что-то свое организуйте работу с веб-сокетами кстати готовые опять-таки модули уже есть хотите сохранять local storage пожалуйста есть тоже готовые модули либо пишите сами идите дополнительных событий от модели вот тоже определяете этот метод вот и делайте так как вам хочется то есть модели позволяет синхронизироваться как угодно через что угодно вот и достаточно гибко притом для каждой модель может синхронизироваться благодаря тому что вы можете припределить этот метод разными способами одна синхронизируется допустим по ресту другая может через веб-сокеты отлетия вообще в общем-то писать в local storage ну для чего можно можно да 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 какой как именно определить каким свойствам смысле каким свойствам ну например я хочу указать что модель юзера должна пользоваться через рест с сервером если вы если ты хочешь чтобы она пользовалась через раз ты просто пишешь ничего не пишет по улучшению если ты хочешь при определить ты создаешь вот здесь модель сейчас покажу вот 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 кастом метод видишь сюда создаешь метод синх и определяешь как с ним работать да и вперед и ты там описываешь в общем то там простые есть операции там тебе приходят в общем-то колбеки в этот синх от бэкбона ты их дергаешь вот и заполняешь то есть это ты за ваш допустим там общем секс туда передаешь объект который ты получил в результате и он всем сообщает что вот изменились атрибуты и так далее сам заполнять ее ну либо там общем фейл вот и это сообщает о том что синхронизация провалилась и посылается соответствующее событие а интерфейс ты сам определяешь ну или это будет метод сайф или это будет сэйвми или я не знаю что еще не 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 это как бы я расскажу чуть подальше это а ну кстати вот примерчик у него есть уже как бы готовые интерфейсы то есть есть фэйч есть сэйв есть еще там куча разных вот то есть это уже как бы документация смотрите я как бы показываю базовые вот еще кстати эти модели интегрированы ну туда интегрированы многие функции из underscore для работы там с корректами и так далее то есть вы сразу получите там объекты которые там умеют там планку вверх и так далее так коллекции значит что такое коллекция это скажем так набор моделей к примеру есть коллекция users у нее есть модель person вот и набор вот этих юзеров называется коллекцией для управления коллекцией в бакбоне существует бакбон коллекция вы мне достаточно передать модель которая у него будет находиться и скажем это будет такой сет этих моделей вот вы также можете я тут допустим специально сделал url через функции чтобы показать что можно писать url root это у каждой модели есть у каждой коллекции можно писать url строкой а можно писать функции для того чтобы создать динамический url это очень бывает полезно и что можно с этой коллекцией делать допустим находить элементы можно делать поиск через опять таки эндерскоровский можно удалять элементы пишите получаете какую-то модель и эту модель ну с параметром этой модели вызываете этот ремонт и это с коллекцией именно эта модель удаляться она тут как бы первая это означает взять первую а если она удаляется с коллекцией она удаляется автоматом да конечно когда вы делаете ремонт это все синхронизируется то есть каждая такая операция сейв ремонт и так далее они синхронизируются от сервера но опять таки если вы в синке ну как бы по умолчанию синхронизируется если вы не хотите этого вы приопределяете синк и делаете так как вам нужно вот можно вот так вот добавлять пользователей вот тут вы создаете модель делаете ад она добавляется и повторяясь это синхронизируется на сервер можно сортировать коллекцию через комператор ну тут ничего такого сверх естественного нет единственное что вы можете менять комператоры по ходу вот то есть сначала по умолчанию сортируете по H а потом если бы хотелось вводите другое поле и сортируете уже по другому полю вот есть также события которые отвечают за сортировки это удобно когда у вас сортировочные таблицы какие то там вот вызвали сортировать она на сервере сортировалась вызвала вам события сорта и вы обновили модель view штука скажем тоже такая очень основополагающая для чего она существует для того чтобы отображать ваши собственно говоря модели и для того чтобы организовать взаимодействие пользователя с вашим интерфейсом как выглядит типичный бэкбоновский view он выглядит вот так вы создаете инстанс от бэкбон view либо вы можете расширить как это показано на нише вызвать бэкбон view extend и создать собственный вариант вообще бэкбон очень любит наследование здесь оно буквально везде то есть вы как правило должны от базовых классов наследовать какие то свои специальные и ниже и ниже и ниже более конкретизируя вашу задачу во view вы можете передать вот такой важный атрибут как l где вы скажете что вот эту модель грубо говоря надо рендерить в вот этот div ну или что там у вас по этому и находится и вы можете когда вот допустим без этого элемента l то вы можете создать некий модель которая отвязана от дома то есть то есть вы создали тут person view он нигде не отображается для того чтобы он там отображался где то вам нужно сделать аппенд к вашему main и также в view нужно определить в общем то функцию рендер рендер это функция которая вызывается для того чтобы обновить ваш view и сделать ну тем способом который вы хотите обновляется все в бэкбоне очень просто и прямо то есть через jquery просто в элемент вставляется html это все методы jquery вот и очень как бы просто ну и внешний случай как я говорил что вы добавляете в person view его рендер в нужный вам элемент если вы допустим просто пропишите l прямо в этой модели person view то он будет вызывать там рендер прямо туда вот где-то я тут приводил по моему пример да вот здесь как раз описано как это допустим дело сделать то есть у вас есть допустим элемент l и вы сразу с модели получаете данные через get и рендерите их на страничку что важно как тут работают события то есть каждое изменение модели будет вызывать рендер то есть изменился у вас какой-то атрибут это позволяет создавать такой эффект как будто ну изменение ну происходит в живую то есть модель может меняться допустим из сервера если вы используете веб сокеты и таким образом сама обновлять view без каких-либо лишних телодвижений вот что я хотел бы сказать еще за события и модели многие разработчики в своих приложениях пытаются вытягивать данные прямо в контроллере из сервисов из моделей грубо говоря они пишут там get users и там допустим используя какой-то promise или callback я хочу предъявить еще такого подхода это будет порождать довольно-таки плохо пахнущий код в будущем да и он в принципе сразу порождает его пользуйтесь событиями реагируйте на изменение модели через события это гораздо проще гораздо меньше занимает кода и проще то есть если бы были бы кучу там callback то выглядело бы не так просто как допустим шаблоны здесь работают изначально в underscore кто знает есть такой метод как template он позволяет вам создавать такое подобие языка шаблона в принципе на javascript то есть вы пишете тот же javascript только в процентиках грубо говоря процентики там равно печатают значения вот такой вот примитивный скажем шаблонизатор встроен в backbone по умолчанию потому что он собственно использует underscore шаблон допустим пример того как допустим использовать шаблончики как видите тут даже это не прячется в куда-то внутрь бэкбона это все снаружи вызывайте прямо функцию underscore передаете туда этот html говоря html шаблона вот и делаете рендер при рендере вы с модели забираете json каждая модель имеет метод tojson которая ее сервизирует и дальше передаете функцию template ну это все стандартно происходит как вы можете вычитывать на документации underscore там элементарные примеры вот и собственно говоря опять вставить в элемент этот html уже отрендеренный через шаблон вот так как вы самодействуете с пользовательским интерфейсом в бэкбоне встроенный вот такой вот атрибут events вы можете писать ну в нем описывать какие вам нужны события допустим вам нужен клик на элементе с классом more и вызывать при этом show more метод достаточно написать эту строку клик more там двоеточие show more также можно писать эти методы подряд через пробел вызывают таким образом на эти события ну допустим несколько методов на каждое событие так в общем то работает все так про это все значит что еще хорошего есть в бэкбоне я в том что в нем есть такой объект называется бэкбон events с помощью в общем то underscore вы можете добавлять вот такие вот события он и fire как вы видели в моделях к любому абсолютно любому объекту вы можете здесь создать он практически пустой объект на первой стеке object и добавить в него события теперь вызывает триггер вот и подписываясь на него вы можете это обрабатывать это очень удобно когда вы организовываете свои сервисы вы можете использовать именно вот этот вот объект для того чтобы туда добавить события это очень актуально на фронтенде но менее актуально для Node.js а там как бы есть свой event emitter и там ну придется выбирать поскольку синтаксис слегка отличается там emit там trigger вот он и listen присутствует и там и там и последний там компонент который интересный это роутер хотел бы показать как это работает эта магия с решеточкой и допустим вы пишете решеточка help вот в вашем приложении и вам нужно вызвать вот это допустим функцию help вы прописываете help там двое точек все все что нам нужно вам нужны параметры прописывайте ее этот паттерн уже с двое точек там названием параметра который хотите получить и он передаться вам функцию вот довольно но это в принципе это все что вы там в этом шабранизаторе хотите больше расширять вопросики хорошо вот когда мы создали много моделей у нас их там 10 штук у нас есть модель пользователя модель стола и так далее и есть к ним разные виды отображения мы же это не будем писать в одном файле как это красиво организовать например чтобы это подключалось в один индексный файл ну в один индексный файл ты имеешь ввиду чтобы шаблоны подключать через require.js но есть какой-то пример такой у вас в модели в отдельных файлах да да к сожалению не додумался до этого принести а зря вот потому что действительно хороший вариант но я вам покажу как то замотать конечно далеко на примере модули то есть в этом тебе поможет чтобы реализовать это require.js стопудово для этого подходит и медленно 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 ой 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 допустим классический модуль вот require.js имеет как я говорил кучу плагинов вот и один из них очень полезный называется txt вот вы будете передавать вот где бэкбон вы будете писать текст тексте знак воскресания и путь к шаблону и вот в этот переменную которая фабрики function вернется вам текст этого в общем-то шаблона таким образом вам не нужно это писать в индексе вы можете ложить где угодно и require.js по путям будет вытаскивать вам этот текст и ложить вам шаблонизатор то есть будет все по отдельности как ты хочешь получается в интернете мы можем все 10 строк и так далее но как правило ты знаешь мне приходилось сталкиваться только с тем что обычно я передаю шаблон вот сразу и он тебе будет с одним допустим но для того чтобы организовать это все не писать это все в индекс потому что это ужасно выглядит не пробуйте так делать использовать require.js вот тогда вы сможете очень уловненько это все разложить есть какие-то методы например я считаю что у меня есть директория models созданная и все файлы которые автоматом там лежат я хочу чтобы они без всяких дополнений подтягивались автоматом одни понимаешь ли как работает require.js он не загружает все сразу все что ему нужно да вот он будет только по запросу это делать то есть ты написал сюда он его загрузит если не написал он не будет его грузить то есть так и называется require то есть буржу по запросу и смотри ты допустим у тебя много-много файлов да вот ты пишешь ну у тебя по папочкам как бы есть папочка lib в коре в этом приложении вот и в ней там находится jquery ты пишешь в define lib slash jquery и сюда получаешь jquery там если у тебя там еще какая-то есть папочка в этой lib там вендор ты пишешь там lib slash vendor там еще какого-то билотека ты ее получишь по пути то есть тебе не нужно все эти пути описывать ты можешь через этот паз который я показывал здесь да описать именно шаркаты для того что ты будешь чаще всего использовать да именно такие вещи которые ты используешь постоянно чтобы не представить к ним путь да потому что он бывает иный но дополняю я еще один файл jx я же должен его здесь добавить а есть такая возможность например есть если ты добавляешь директорию все что новое там появляется автоматом ты не понимаешь принципа дело в том что там не будет происходить такого что он будет все грузить это не нужно тебе все грузить если ты перечислишь все файлы директории вот через вот эти вот define да он загрузится он тебе придется это использовать вот допустим то что он да как только ты загружаешься вот так вот ну просто он использует только то что нужно подружает только то что ты вот здесь указал в этом define не больше ну например одностраничное приложение я же не буду постоянно перезагружать там разные директории дополнять то есть это один раз загружается да ты просто добавляешь туда файлы ты об этом не думаешь и просто вы пишешь сюда прямо там где используешь путь к этому файлу который вы хочешь использовать к этому джессу и он сам подгрузится писать его туда в конфиге совершенно не нужно и даже вредно ну вот оно же подружается асинхронно то есть изначально только require тебе надо и ключи ну как у нас на примере было все остальное себя асинхронно подтягивается да в том то и дело что еще одно плюс почему он называется синхронный модуль definition то что он когда только будет твой файл загружен и готов он вызовет вот этот callback когда весь список будет загружен и готов он вызовет только этот callback то есть не получится что ты получишь нул себе этот потому что скрипт не успел погрузиться а вот с power он всегда power кидает в components да да есть возможность это перенастроить конечно есть возможность перенастроить но она очень хитрая то есть когда вы сталкиваетесь с power на котором сразу вы хотите в папочку вендор вот я люблю папочку вендора да вот они components но они вот решили что все должны вложить в components но кому-то разработчик вот это понравилось но как бы в самих настройках вот этого конфига вы не найдете хотя казалось бы да вот но чтобы эта работа вам достаточно создать там . .ashchr как-то так называется файл вот ну там документация в принципе как power написано вот и туда просто заложите путь это там какая-то оптимизация или еще что-то я когда читал про это ну такой вот прикол у него есть с этой папочкой может они специально усложнили чтоб вы все-таки компании сделали так еще классовый подход в джаваскрипте как бы есть ли классы в джаваскрипте все конечно же отвечают нет но все же научены да чтоб не позориться вот можно ли сделать классовый в джаваскрипте да без проблем в общем то поскольку прототипные подходы гораздо гибче чем классовый поэтому он позволяет и прототипно организовывать себе код так и в общем то классово вот я честно говоря предпочитаю потому что плохие который сталкивался когда-то пытался реализовать наследование или понимают как допустим расследование работает в полной мере не просто там прототип там присвоить конструктор а как допустим сделать чтобы по свойствам именно этого объекта проходилось вернее всего этого объекта а не какого конкретного как этот конструктор перенеси допустим в наследуемый класс как сделать ну И начинается такая, скажем так, непростая задачка. Вторая причина может быть достаточно большая, что в ECMAScript 6 уже подтверждено, что они будут. И многие инструменты уже на это переходят. Будет ключевое слово класс и экстенд. То есть чуваки, которые писали на CoffeeScript, теперь, когда они писали как раз вот так, что они писали класс, что там, экстенд, вот наследование, и он генерил им как раз вот код, который позволяет наследоваться правильно, без всяких пубочных эффектов. Теперь у них есть конкурент в виде уже нативного от JavaScript, который тоже это поддерживает. Я с удивлением обнаружил, когда я это все написал, что уже в 6-ом, 8-ом, уже начинаете подкрашивать слово класс и экстенд. Вот, когда там пишешь. То есть они уже готовы. И, ну, что бы не использовать, вот, если вы используете, допустим, я пишу, ну, она сразу на сервисы на многих, я пишу часть на PSP, пишу часть на Ruby, я пишу там на Java еще какую-то часть сервиса, и почему-нибудь в день использовать классный приход, к которому я уже 7 лет привык просто. Вот. Как, допустим, выглядит классный подход, то, как я делаю? Я хочу сказать, это мой подход, да, ну, то, что я его придумал, ну, я, допустим, люблю такое делать. У меня есть класс, есть экстенд. То есть здесь у меня базовый, в каждом моем сервисе лежит, как бы, базовый класс, который называется класс, большая буквы. Вот. И он, как раз, как бы, по шаблону, как это делает бэкбон, как вы видели, в бэкбоне там все надо использовать с экстенд, он, собственно говоря, тоже создает такой экстенд, только уже без бэкбона. То есть я, почему отделил этот клэд, потому что мне удобно использовать классы, как на фронтенде, так и на Node.js, на бэкбонде. То есть, таким образом, я отвязываюсь от использования бэкбона, ну, потому что мне на Node.js вообще не надо. Вот. И могу шарить классы, таким образом. Ну, или то, что можно назвать классы, иногда. Вот. Где-то могу объявлять конструктор. Кстати, мне, допустим, нравится конструкт. Ну, я же PHP не в душе, да. Это я компенсировать. И создавать там методы, ну, создавать свойства. Вот такой вот простой способ. Тут как раз используется require.js. Вот. Можете посмотреть, что я создал пасс класс, в общем-то, и подружаю его к себе сюда в классик, и сразу наследуюсь. То есть, когда я буду наследоваться уже именно от этого класса, и он, допустим, называется там, view2, да, или q, это, кстати, часть очереди, вот, q class, да, я буду писать q.extend и как бы расширять уже этот класс. То есть класс это базовый класс, от которого все, в общем-то, должны расширяться. Вот. Как это делается, чтобы не заморачиваться? Есть такая штука JS Toolbox. Вот. Малоизвестная, в принципе, библиотечка. Я его случайно нашел. Я чувак взял простенько, описал вот это вот буквально там в 20 строк, как это сделать. Как организовать и наследование конструкторов, и прочие радости, ну, вызвав паттерн конструкторов, говоря там, через супер. Вот. А также, что интересно, что он сюда добавил такую вещь, как статические, в принципе, статические методы и свойства. То есть, если вот здесь, когда вы влияете класс, для того, чтобы создать инстанс, вы напишите там new, q, что-то там, да? Вот. То есть, вы создадите таким образом инстанс вам и используете этот. Но если вы, допустим, в Extend первый параметр, говоря, пропустите или там пишите что-то другое, вот, а вторым параметром Extend создадите объект, другой, то он будет как бы представлять статический интерфейс для этого класса. То есть, вам не нужно, да, будет использовать слово menu, вы будете писать q, там connect. Вот, без new. То есть, вот такой вот, у него хитрый есть подвох. И, в принципе, вот это удобно на Node.js. Это очень удобно, поскольку вы в некоторой библиотеке, ну, можно создать, да, вот вам нужен конструктор там и как-то хранить некие состояния, а бывают просто утилицы там, типа логера, да, который должен лог-фрайт делать без всяких new. Вот. И так вполне удобно. Так. И тут мы перешли к вопросам, я даже не заметил. Есть какие-то вопросы по этому. Приходим тогда к такой теме, как все это мы написали эти мегабайты исходников от JavaScript. Вот. И нам бы хотелось, не знаю, собрать это, автоматизировать, собирать наши компасы, лесы, сасы и все остальное. Вот. И руками каждый раз это делать как-то, ну, не по-программистски. Вот. Вам можно это сделать с помощью GrandJS. Вот. Вот такой у него логотипчик, такой вот крюк. Вот. Чего он как бы занимается? Он автоматизирует вашу руку. То есть те операции, которые вам лень, в общем-то, делать каждый раз. Вот. Он помогает вам при деплойе. Вместо того, чтобы вызывать вам сборку шаблонов, сборку там CSS, потом минификацию, еще там через какие-то утилиты. Вы можете просто представлять, как это на сервере выгодно. То есть каждая это какая-то команда, какие-то утилиты, какие-то там зависимости еще. Вот. Вы можете все это объединить в одно. В одно автоматическое как бы действие. Вы вызываете Grand, и он вам делает, в общем-то, ваше приложение. Это просто использовать. Реально, из всех task-менеджеров он проще всего. Чтобы понимать, G-Fist это типа Maven, ближе, наверное, к новому модному на G, который в Android, я уже не помню, как он называется. Gradle. Gradle, да. Вот он как бы на Gradle больше похож. Вот. Ну, еще проще вразить. Вот. Хотя там куда уже проще. Вот. Ну, то есть, чтобы вы понимали, для каких-то задач, в общем-то. для тех же самых просто. Вот. Ну, и очень клевая штука, что в Grand есть куча плагинов. Вам не нужно писать минификатор, вам не нужно думать, как вам SAS собирать. То есть, вы берете, подключаете плагин через NPM, и все. Это делается буквально из коробки. Вот. Ну, и он очень популярен. Я даже видел, ну, многие, сейчас на GitHub появилась такая мода, делать презентации, не в PDF-ках. Вот. Они же за Open Source и не хотят использовать там всякие PowerPoint-ы, платить Microsoft-у деньги. Вот. Они создают их на HTML-е, там, на WebBone каком-то, да, вот, грубо говоря, и делают такие вот презентажки прикольные, которые там приключаются. и вот они любят заложить это все на GitHub. И когда вы скачиваете, они там говорят, ну, поскольку они там используют продвинутые, там, технологии, LF, CoffeeScript, еще бы, узнаешь, что, говорят, типа, вот, скачали, теперь сделаете NPM, там, install grant, если у вас не стоит, вот, и наберите grant. Вы набираете grant, он, короче, все это компилит и поднимает вам сервер. И говорит, ну, тебе на таком-то порту, на каком-то адресе ты можешь поднять и посмотреть. То есть, сразу открываешь и смотришь на него презентаж. Вот такой вот способ. Как правило, многие делают ее через SafeDev. Есть такая опция. Она сохраняет имена для разработчиков. Вот. Но при установке на сервер вам все равно придется, наверное, то есть, оставить и поднимать. Поэтому, как бы, я делаю grant.save прям в общий список. Вот. Все эти задачи управляются через grant.js, grant.file.js. Такой файлик, где описаны все-все таски, что нужно делать, откуда взять, что, куда положить и проще радости. Сейчас мы на него посмотрим. Вот. Вот такой вот этот. Я привел пример, ну, поскольку ограничено немного пространства, да, я взял такую распространенную штуку. Нам нужно взять, собрать весь JavaScript нашего приложения вот в один файлик и потом это все минифицировать. Вот. Что я делаю для этого? А, в grant есть такая штука, как grant-contrib. Это значит уже встроенные в него такие дефолтные библиотеки, которые, в общем-то, ну, в нее как бы идут из коробочки. То есть, там есть concat как раз и aglify. Вот таким образом, как load-task, вы можете эти задачки говорить о том, что я буду вот это использовать. Подключи мне это, пожалуйста. Дальше идет init-config, где вы создаете concat, это название task, то есть, это не, как бы, как он называется, так и надо писать, грубо говоря. Вот. И можете дальше называть уже название ваших task. JS это не то, как надо писать. Вы можете написать myjs, вы можете application.js написать, можете CSS написать, потому что вы будете, допустим, в этом concat не JavaScript объединять, а CSS, либо еще чего угодно. Это для примера. То есть, вот как раз concat нужно писать concat, а JS можно уже выбирать имя, которое вам больше подходит по этому задачу. Вот. Вы пишете и подальше в JS SRC откуда взять мои JavaScript файлики, вот эта вот нотификация звездочка, звездочка, слэш, звездочка, означает рекурсивно пройти по всем директориям и собрать весь JavaScript. Вот. Который там есть, все файлы, которые там на JS заканчиваются, грубо говоря. Он их собирает и объединяет в один, который находится под destination пути в asset application build. Там будет находиться, грубо говоря, если он закончит эту операцию concat, ваш весь JavaScript в одном файле. Вот. Затем вы проводите операцию aglify. Aglify это минификация. Вы, может, видели там jQuery точка mini, вот это оно. То есть минифицирован JavaScript, который будет сжиматься, чтобы занимать меньше при раздаче клиента. Вот. Вы обращаетесь уже к созданному, поскольку очередность в рынке гарантирована, поэтому будет сначала вызван concat и позднее вызван aglify. Вот. И вы уже как бы у вас на тот момент будет существовать application build.js и вы сможете его минифицировать и выложить сразу же в паблик вот это вот, ну, запихнуть в паблик директорию уже минифицированный ваш код. Опустированный, чтобы никто нам не подкрепил друг. Вот. И последнее, что нужно сделать, это зарегистрировать задачку. default означает то, что вы будете вызывать ее без всякого имени, то есть вы просто будете писать grant, будет запускаться default таска. Если вы хотите другую, вам нужно зарегистрировать там, зарегистрировать task mytask и описать там, что нужно делать. В этом регистре task будет, вы будете прописать как раз вот эти операции, то, что вы инициировали в init конфиге, то есть concat и aglify. Вы прописали первым concat, выполнится concat, после того, как выполнился concat, потому что если я его, например, прописывал в пути к javascript файлам, которые были изначально, а потом у меня скопировался один файл, как это потом все разворачивалось. А вот это уже, кстати, вам решать. Я люблю это все делать через required.js, там, чуть дописывать его, либо использовать, кстати, там, required.js grant, вот, таски, да, которые собирают именно для гранта один этот файлик. И он в зависимости от того, существует ли этот файлик, берет этот файлик, да, один минифицирован. Если не существует, то required.js будет грузить, так как он грузит для разработчиков, грубо говоря. Потом предеплой это уже описывает вам. Но суть того, что я рекомендую вам настоятельно не использовать эту радость минифицирования у себя на деф-окружении. во-первых, как вы это будете дебажить. Конечно, тут есть штуки, которые еще умеют создавать сорс-мапы к этому минифайлу. То есть, если вы там напишите в Aglify create source map, то он еще сорс-мап создаст. Кто не знает, что такое сорс-мап, это такая штука, которая позволяет вам в дебаггере хотя бы примерно представлять, где происходит ошибка у вас на реальных файлах. Но для разработки это неудобно, потому я у себя использую именно такой вариант подключения динамические. То есть, файл есть, медифицирование, он берет медифицирование, нет, он берет, ну, грузит, в принципе, как он грузится, директорий, да, последователь, а не один файл. Require.js, чем еще примечательен, как раз, чтобы вы понимали, почему так, он загружает все один раз. То есть, если вы загрузили этот файл, где уже все файлы, он не будет пытаться загружать их повторно. То есть, он уже будет понимать, что вы подгрузили это уже раз. То есть, вот в приложении, допустим, в index.html нам надо писать путь к source как public application вот в min.js, вот в данном случае, например. Нет, нет, тебе надо подключать boot, а в boot уже будет решаться загружать или нет. Ты уже на уровне там JavaScript разрулишь, грузит тебя не грузит. будет тоже его application подключать, а не то, что у нас раньше было куча JS. Он не вернется в исходное положение при деплое, при разворачивании приложения. Не сильно понял вопрос, Маш. Разрабатывался это. Мы использовали, например, 5 файлов JavaScript, когда разрабатывали. Потом делаем деплой, у нас все перекомпилировалось в один маленький файл, но у нас же где-то в норме лежит этот список, и в итоге мы обращаемся, а у нас его уже нет. В том-то и дело, если вы в Require.js подрузили этот весь список сразу, то есть первым делом загрузили минифицированный файл, то он уже не будет запрашивать их дальше. Ну такая штука хитрая. И чтобы это разруливать, вот посмотрите, как раз грант Require.js он как раз умеет организовать эту ситуацию. Ну и, кстати, планов для и на подсоединения гранта к Require.js великое множество. На какое хочешь вещи. Притом, фреймворки вообще это очень по-разному делать. Есть, допустим, я видел в сейлс фреймворке, они на специальные метки вставляют эту штуку. Они понимают, какое окружение, допустим, если это production, то они на эти метки вставляют, ну как бы, подключают environment полностью, допустим, для разработчика. Вот. А если это, допустим, Dev, то они там, допустим, уже минифицированы. То есть везде по-разному. То есть сказать вам, что золотая поля есть, ну я не могу. То есть на этом проекте я так делал, в другом так, действительно проще минифицированный файл использовать сюда, подключить его туда в индекс и все. Вот. И есть такая еще штука в Гранте, как watch. Что такое watch? Вы, как бы, говорите о том, что смотри мне вот за всеми файлами в этой, в application, допустим, в директории, по этому пути. Когда какой-то файл изменился, допустим, в VGDACA изменили строчку, он сразу же запускает процедуры, там, допустим, минификации в данном случае и там, ID5. Вот. Ну вообще, для реальных примеров это, конечно, без толку, поскольку вам, ну, это будет напряженно, там, время занимает. Грант, ну, как бы, штука не быстрая, вот, поэтому будете это замечать. Ну, допустим, если у вас кофе-скрипт, вот, то, ну, в принципе, нормально. Вот. Если у вас какой-то CSS, то еще лучше. Ну, там, там, Sass, там, и DLass, и DLass, то есть вы ставите watcher на Sass, и DLass, когда вы правите его, вот, пока вот, как раз, доберетесь до браузера, он, как раз, за это время обновится. Ну, конечно, все зависит еще от вашего угодительного системы. Да, и когда вы делаете эти watcher, старайтесь очень, как бы, меньше делать задачи. То есть, watcher желательно, чтобы ставить, не на все, там, допустим, вообще на все на свете, да, и выполнять там все на свете, а вот именно, как бы, поменьше делать, это что-то все время. Вот, ну, я с этим сталкивался, что, там, когда обрадовался, watcher, если я, короче, буду, как только что-то меняется, вообще в проекте сразу все делать, вот, и это вот так вот, там, по секунде, по две, ты там что-то изменил, только я добрался, он еще не сказал, ты пару раз, мы пара нажимаем, просто. Вот, что тут, вот, что я такого интересного, ну, во-первых, ты описываешь файл, там, ну, как рекурсивно, как, то есть, допустим, есть JavaScript, вот, ну, тут ты прописываешь вот эту часть tasks, и ты говоришь конкретно, какие тебе таски выполнить. Помните, мы писали concat, там, JS, вот вы так пишите, concat, там, JS, если там, допустим, вы добавили в concat CSS, да, который будет весь CSS соединять, да, то вы напишите concat .css, ну, вот, и, как бы, в дефолтный task можно, после того, как вы, допустим, сделали concat verify, вы можете сразу же привести в грант в режим, там, watch, то есть, когда вы в грант, он придет в watch, то есть, консуарь заблокирует, да, но, в принципе, вы на одной команде, вот это вот в пути к файлу, две создачки, это получается любое количество вложенных кнопок, да, да, это рекрусивный проход, если он уже там, допустим, только в рамках одной директории, то да, компонент, стандартный, все в любой вложенности, вот, ну, только надо не забывать, что если у вас там, ну, сильно она глубокая, то это тоже будет иметь расход на время, вот, ну, там, вот, ну, и дальше выполняем просто грант, он запускает дефолтный task, и вы увидите примерно вот такую штуку, но это не с этого, собственно говоря, конфига, да, просто прямо с сайта примеров, с грантом, то есть он там распечатывает, что он, короче, сделал, какие задачи выполнил, там, AgriFire скажет, а сколько вы сэкономили байтников, вот, и так далее, ну, и покажет, если были ошибки, если какие-то ошибки, он тоже не пишет, вот, есть, допустим, вот эти вот самые популярные плагины, там, CoffeeScript, обычно используют Jade, чтобы прикомпилировать, Jhint, Stilus, SAS и так далее, то есть, ну, это очень маленькое, если зайдете на сайт гранта, то увидите, что нам, у них есть репозиторий, в котором, ну, этих плагин, он просто огромное количество, как бы, каждого плагина по 20 вариантов, вот, вам только выбирать, вот, ну, и кто, как бы, пользуется грантом, там, Twitter, jQuery и так далее, они там свои проекты собирают, вот, через него, вот, вопросики? Ну, тогда вот ссылочка, они мерзко получились, вот, ну, хотел побольше, то есть, здесь ссылочки, в общем-то, на презентацию по Bower, которая объясняет, шаг за шагом, что там, как с ним ознакомиться, вот, собственно, сами ссылочка на Bower, на все, все, что мы обсуждали, ссылочка на JSON Toolbound, на мой GitHub, вот, и с правой стороны, тут, допустим, причисленные фреймворки к бэкбону, которые вы можете посмотреть, вот, вот это, да, такое количество, вот, ну, в общем-то, все, спасибо всем за внимание. Спасибо.